Всем привет, друзья! Как у вас дела? У нас дела отлично. В принципе, я себя достаточно хорошо чувствую после удаления зуба. Единственный момент, я до сих пор боюсь кушать, потому что вчера я боялась просто потому, что мне зуб удалили. Сегодня я вроде бы привыкла, утром нормально позавтракала, но потом у меня выпал дренаж. Мне ставили коллагеновую губку, которая, по сути, должна была раствориться сама по себе. Но врач предупредил, что если что, она может выпасть, чтобы я это знала. И вот она выпала, это так неприятно, и я ощущаю вот прям всю глубину вот этой вот ямки, скажем так. Я боюсь кушать, чтобы туда не попала пища, и вот сижу сейчас, по сути, голодной. Может, чуть позже все-таки голод, когда возьмет верх, пойду поем. Вообще, кусочек этой губки еще вчера выпал, но это случилось перед сном, когда я полоскала, так что нормально. А сейчас, получается, нужно идти кушать, а у меня во рту вот этот вкус хлоргексидина, просто невозможный. Рабочие, кстати, вчера уложили таки ламинат, все сделали, и вроде бы как правильно сделали. Ну, папа, зачем снимаем? Ну, как это? Вот так вот. Тебе нравится полгайка? Да. Уже совсем по-другому выглядит. Ну, я смотрю, небольшой, да, перепад? Какой-то перепад. Ну, вот. Ага. Что-то здесь происходит, непонятно пока что. А, ребят, ты еще передобавился? Ну, еще не шуметь нельзя. А вот это зеленое, значит, или? Это подложка под ламинат. А, значит, чтобы мягко было? Ну, да, чтобы... Ага. Можно походить еще. Нет, пока не хочу. Я хочу. Ну, иди. Снимай обувь, иди. Ну, здесь пыль на зайке. Ну, и что, как-то? Ну, Каролине понравился пол в зеленоватом оттенке. Мы красивый выбрали ламинат все-таки. Зеленоватый. А? Это не зеленовато. Зеленовато. Ну, что, нравится тогда? Сюда повернись ко мне. Я заставку сделаю. Иди туда подальше, и я заставку сделаю. Повернись ко мне. Молодец. Все, выходи здесь пыльно. От мух вчера мы еще поставили вот эту отраву, фумигатор. Набрызгали вроде. Никакого толку нет. Все равно мухи есть. Серж, кстати, клетку Морриса почистил еще раз. И все равно вроде бы есть мухи. Но сейчас я открыла окно, потому что ветер дует сегодня. Возможно, из-за ветра они все вылетят. Не знаю. Крис Моррис. Вот опять ко мне подбегает. Что-то ему надо. Нет, сейчас я тебе не дам. Я тебе недавно давала. Сейчас не дам. Чуть позже. У тебя вон полно сена. Корм у тебя там ассорти. Постоянно что-то просит, а? Постоянно. Сегодня нужно пойти купить щипчики и ему когти постригать. Не знаю, успею сегодня сходить или нет. Но однозначно это будет делать Серж, потому что я боюсь вообще его на руки, в принципе, брать. Он такой маленький. Но умненький он у нас. Чего? Смотрите, какая вкуснота. Мама сейчас помыла, как он называется по-русски? Душистый лук это? Душистый лук. Ну, Йомди мы называем корейцы этнически. Это нас угостила моя подписчица, которая посоветовала нам классный магазин с розетками. И она сегодня привезла нам просто эта корейская трава. Очень вкусно пахнет. И мы уже давно такую не ели. По-моему, последний раз мы в Корее ели. Но в России мы ни разу такую не ели. Потому что не могли найти, где это продается. А у них она растет. И это вкуснота. Мама так довольна. Сейчас она помыла все. И будет заправлять. Слушай, еще так много всего? Я думала, здесь мало. Ну, то есть выйдет там на пару раз. Но здесь так много чего-то. Я это вижу. Так что, Оля, спасибо большое. Каролина меня прогнала оттуда. Да, она прогнала. Я тут играю, говорит. В общем, у меня здесь бардак. Я даже не хочу ничего убирать. Все, вот сумки свои ношусь и сюда складываю, складываю. Но я думаю, что потом все разом все приберу. Каждый раз так думаю. Просто эти дни у меня вообще какие-то... Ну, мне понравилось, кстати, в эти дни и с Каролиной гулять. Ну, правда, столько нервов. Это я об этом потом расскажу. Потому что сейчас невозможно. И люстру. Когда нам люстру будут вешать, Серж? Завтра. Завтра уже повесят? Они завтра приедут? А во сколько они приедут? Рано утром. Ну как, утром. Ага. А ты еще раз набрызывал? Что, у меня две посылки пришло, что ли? Одна. Серж курьера позвал. Принял просто. Недавно заметила, что у меня ноги снова стали как бы худые. То есть они у меня были, в принципе, всегда худые. Потому что у меня фигура яблока. Но из-за того, что я потом начала набирать вес, они у меня стали, ну, такие, не худые уже. А сейчас опять худые. Я сегодня, кстати, на завтрак ела лепешку. И я поняла просто, что поправляется не от конкретного продукта, а просто от профицита калорий. И все. Почему-то многих смущают мои парики. Просто они падали несколько раз. Их нужно снова прочесать. Это парики для моих образов каких-то. То есть для каких-то фотографий, видео и так далее. Это нужная вещь. Потому что это моя деятельность. И вообще у меня даже мало париков. Еще несколько у меня лежат в тумбочке. Просто вот эти я хотела как бы чаще использовать и не знала, куда повесить. Поэтому повесила сюда. У меня нет специальной башки, которая вот для этих париков. Так что если у кого-то есть идеи, как можно положить или повесить парик, чтобы это не было страшно в комнате, напишите мне, пожалуйста. Единственный вариант просто убрать в полку, мне кажется. Туда вот в комод к себе. Сейчас буду первый раз наступать на новый пол. Обалдеть. Мы его, кстати, еще не мыли. Здесь просто рабочий подмели и все. То есть он еще пыльный пока что. Но я хотела просто это сделать. Вот и наступила на него. Вот показываю вам результат. Уже сегодня рабочие, получается, не пришли. Потому что вот эта стена была не просохшая. Она должна сегодня просохнуть. Но вчера уже сняли дверь. Вот и что-то они здесь еще мазали. Кстати, они потолок уже покрасили. То есть видите, у нас потолок идеально белый, идеально ровный. Вообще просто настолько круто смотрится потолок. Даже фокус пропал. Потому что не на чем там фокусироваться. Просто хотела сказать, что мы изначально хотели просто белый потолок, не натяжной. То есть натяжной мы тоже рассматривали. Но это более бюджетный вариант натяжной. И натяжной просто нам не подходил. Серж сразу сказал. Это я ему предложила натяжной, потому что это быстро и проще сделать. Но он говорит, что раз уж эта комната, просто это детская, пусть будет просто белый потолок. Вот. Потом стенки. Значит, так выглядит. Сначала забыли вот здесь сделать розетки, которые я просила. Но потом все-таки сделали. И осталось еще вот сюда добавить розетки, получается. Выключатель. У нас вот здесь стояло. Это вообще дико неудобно, когда ты заходишь в комнату. И если ставишь, допустим, кровать, мебель, выключатель, получается, закрыт. Это по-дебильному как-то. А вот так вот нормально. Потом вот эта уйдет дырка, ее не будет. Это бывшая розетка. Кстати, сейчас я подойду к окошку. Не подходило вообще. Откосы мы, естественно, заказали. Подоконник был куплен нашим ремонтникам. Окна, естественно, грязные. Нужно будет, не знаю, мыть, чем-то отмывать. Вот эти откосы, я так понимаю, это пленка или что? Это вот это будет убираться. Дерево это или пластик, вообще без понятия. Трубу они нам покрасят, чтобы труба не была вот такой. То есть она, чтобы была идеальная, чисто белой. И я уже жду, не дождусь, когда же уже люстру повесят, чтобы посмотреть, как это все будет смотреться. Вот так вот. Но уже пыли не так много. То есть получается, пол застелили. И вот эта вот пыль из-за того, что ветер дует, она не разлетается. Здесь до сих пор эхо. Но, знаете, очень приятно в обновленной комнате находиться. Я прям уже представляю, как мы здесь с Каролиной все расставим, все сделаем. Ну, постепенно. Но я думаю, это много времени не займет. Мы, кстати, уже купили карнец, чтобы рабочие все сразу, где нужно, дырки просверлили. Единственный момент. Я еще хотела Каролине зеркало во весь рост. Для того, чтобы когда она наряжалась, у нее, помните, было свое зеркало, чтобы она не бегала ко мне или в коридор. Но из-за того, что я не знаю, где будет стоять ее шкаф, я не знаю, куда помесить зеркало. А зеркало я хотела именно настенное, чтобы оно не занимало место на полу. Потому что комната все равно, она не такая большая, как моя. В моей комнате у меня зеркало стоит на полу. И как бы это нормально. Мне это удобно. Но Каролине пусть лучше будет зеркало на стене. Мы пока не знаю. Наверное, вот на этой стороне будет все. Кстати, насчет розеток. Мы не стали делать розетки выше, то есть на уровне стола. Потому что мы опечески не знаем, где будет стоять стол. А это будет у нее сами. То есть сегодня она захотела так, потом сделали перестановку. И везде будут у нас рабочие розетки. Вот здесь тоже добавили их. Ну, крутой, конечно. Красивый ламинат. Мне нравится. Здесь на камере почему-то он более теплый. А так он более холодно выглядит. Вики показала, тоже ей понравилось все. Подкрасила немножко губы, чтобы уж совсем бледной не быть. Просто я не планировала сегодня вообще краситься. У меня кожа отдыхает от косметики. Но хотела ответить на ваши вопросы, чтобы на себя даже как-то было приятнее смотреть. Губы накрасила. В последнее время очень многие задают вопрос, почему мы делаем ремонт именно в одной комнате. Почему мы вообще затеяли этот ремонт, если не планировали вообще в этой квартире что-то делать. И также многие предложили сделать сразу ремонт во всей квартире. Ну, я, в принципе, уже где-то частично отвечала на этот вопрос. Но просто сейчас хотела бы все это подытожить и как-то более обширно ответить. Значит, почему мы делаем именно в одной комнате ремонт? Потому что Каролине нужна отдельная комната. А она хотела там голубые стены. А это уже подразумевает под собой, что нужно менять обои, пол и так далее. Потому что просто обои мы же не будем переклеивать без пола, правильно? А значит, что нужно будет в любом случае делать ремонт. Поэтому мы подумали так, сделаем сразу ей ее комнату детскую. И все. Потому что она растет, ей нужно свое пространство. И это правильно. Поэтому мы делаем ремонт в одной комнате. Вообще, изначально мы как бы и не планировали, что в этой квартире мы будем вообще делать какой-то ремонт. Потому что у нас были совершенно другие планы. Но, как я уже говорила в одном из предыдущих влогов, сейчас планы все поменялись. Нужно жить уже по новым реалиям в связи с этой пандемией и так далее. Так что, да, возможно, мы здесь будем делать ремонт в этой квартире. Но не сейчас. Потому что сейчас я не хочу вкладывать такие большие деньги в эту квартиру, в ремонт. Потому что я уже говорила. 2-3 миллиона, это вот будет средненький ремонт нашей квартиры. То есть это будут средние обои, средний ламинат, средние окна. То есть это не будет какой-то супер бомбезный. Кто-то, конечно, говорит, что и за 500 тысяч рублей можно сделать по всей квартире ремонт. Но я не знаю, как бы, где это можно сделать и в каком году это можно было так сделать. По крайней мере, сейчас ничего нельзя сделать за такие деньги. Вот. И если делать с самим, допустим, я не собираюсь вообще ничего сама делать. Потому что я не умею ни обои клеить, ни ламинат класть. Потому что, ну, я никогда с этим не сталкивалась. Я даже не собираюсь этому учиться. Лучше нанять, я считаю, профессионалов, которые это сделают. Потому что единственное, что я могу делать, это, допустим, там ногти пилить и так далее. А, так сказать, ламинат и его укладывать я не умею. Все же тоже не умеют. Он никогда с этим не сталкивался. Это не его профиль. И максимум, что мы можем сделать, это купить стройматериалы и просто их испортить. Все. Значит, мы будем нанимать бригаду. И ремонт будет длиться где-то 4 месяца в этой квартире. А это значит, что мы должны будем съехать на другое жилье. То есть это тоже определенная подготовка к этому нужна. И просто вот так вот, раз мы затеяли ремонт детский и нужно, и возможно мы можем сделать ремонт во всей квартире, это так не делается. 4 месяца, учитывая, что в Москве как такового лета нет, да. И уже практически теплых дней уже не будет, скорее всего. А ремонт будет длиться 4 месяца. То есть его нужно уже запланировать как минимум весной. Точнее зимой запланировать и весной его уже начинать. Так что вот такие вот пироги, друзья. Мы не будем здесь делать ремонт. Конечно, кто-то писал, что можно там и за миллион сделать без окон, правда. Но нет. Таких цен нет. Нам одна комната, если выходит, да. Но я потом в конце посчитаю, сколько это все в итоге вышло. И потом вам скажу. Потому что сейчас я не знаю. Все это как бы усердно. И он этим занимается. Но в жизни не поверю, что можно сделать на такую большую квартиру за миллион. Как бы вместе с материалами, вместе с работой. Никто даже не возьмется за такие деньги делать ремонт. Минимум, я говорю, это 2 миллиона. А так 3 миллиона. Это вот средний ремонт как бы будет. Так что мы решили сделать Каролине ее комнату. Пусть она у нее будет такой, какой она себе ее представляла. Вот. И как бы нормально. А дальше уже видно будет. Если что-то будет меняться, то, естественно, я либо об этом скажу в видео, либо же мы будем уже сразу снимать об этом. Посмотрим. Но пока что планы у нас вот такие. А, еще, кстати. То есть, получается, одну комнату мы делаем сколько? Ну, дней 10, наверное. Может, даже больше уйдет. Больше, чем мы рассчитывали. Хотя рабочие нам говорили. Максимум недели. Ну, не бывает так. Если на просушку стен только уходит больше 3 дней, как можно было за неделю это все сделать. Ну, посмотрим в итоге, сколько дней уйдет на вот это вот все. Но жить вот так вот в пыли и делать частично ремонт, это не про меня. Потому что каждый день несколько раз нужно мыть полы. Несколько раз нужно все это вымывать, вычищать. И пыль все равно везде оседает. И ладно, фиг с ним с этой пылью. Получается, этим нужно дышать. И потихоньку делать это вообще не про меня. И не про Сержа. Он уже вообще нервничает больше. То есть, если я как-то еще нормально к этому отношусь, он уже все. Он бесится, он не может. Так что частично ремонт делать это вообще не очень. Ну, так себе затея, скажем так. Потому что потом все равно будут какие-то недочеты. Где-то что-то ты не учел. Одну комнату делаешь. Потому что она уже там становится вообще не айсовая, пока ты начинаешь переходить к другой комнате. Ну, вот такая вот история, да, получается. Так что мы так подумали. Пока что посмотрим. Сейчас вот Каролину комнату сделаем. Там видно будет. Возможно, мы настолько вдохновимся, что захотим все-таки поскорее сделать здесь ремонт. Хотя, мне кажется, ремонт нужно делать только летом, наверное. Потому что если мы будем менять радиаторы, в любом случае это будет в несезонное время. То есть это нужно будет сливать стояки и так далее. Вот, это вот все придется делать. Так что, да, на этом я уже буду заканчивать этот влог. Обязательно ставьте пальчик вверх под этим влогом, если вам понравился. Смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. Если есть какие-то вопросы, пишите внизу в комментариях. И увидимся с вами уже в новом видео. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok